Вирус с короны. Как выявляют зараженных COVID-19 и насколько надежны казахстанские тесты? Об этом мы поговорим сегодня. Здравствуйте. У нас в гостях директор Толкурганской противочумной станции Алмаз Тухтамусович Бердебеков. Добрый вечер. Добрый день, можно сказать, еще не вечер. Хочу напомнить нашим телезрителям, мы работаем в прямом эфире и у вас есть возможность позвонить и задать свой вопрос нашему гостю. Телефон 400109, код города 87282. Есть также на ваших экранах номер WhatsApp мессенджер, по которому тоже можете отправить свои вопросы. Правда, письменно. Голосовые сообщения просим не отправлять. Пишите свои вопросы. Мы зададим гостю, озвучим в студии. Скажите, пожалуйста, кто сейчас производит эти тесты в Казахстане? В данное время в Казахстане отечественные тесты производит наш Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Мазгота Айкимбаева, который дислоцируется в городе Алматы. С самого начала, как началась пандемия COVID-19, когда китайские ученые определили геном этого вируса и опубликовали его во всем мире, с того момента наши ученые приступили к разработке собственных тестов, потому что это было жизненно необходимо. Это уже дело техники. У нас вирусологический лабораторий работает давно, поэтому им оставалось только на основе вот этого генома, расшифровки его, сделать тесты, которые позволяют выявить вирус в организме человека. После этого только начали. Вот за какое время начали производить? Буквально, ну, наверное, месяц прошел, как первое сообщение пришло, что в Китае атипичная пневмония. И после того, как геном вируса расшифрован был, уже за это время наши тесты были готовы к работе и начинали проходить апробацию, регистрацию и так дальше. Ну, изначально, конечно, первые анализы, которые поступали от подозрительных лиц в нашу центральную референс-лабораторию нашего центра, они делались на китайских тестах. Китайцы же первыми это все сделали. Они свои тесты нам предоставляли, начинали работать на них. Дальше уже свои. Да, нужно сказать нашим ученым, которые вот своевременно выпустили. Но как они работают, эти тесты? Тесты. Мы сейчас говорим о ПЦР-тестировании, так называемой полимеральной цепной реакции. Основан на том, что он определяет непосредственно сам вирус в организме человека. Если в организме человека есть вирус, у него есть ген, геном. И вот этот тест позволяет определить именно тот, именно коронавирус нового типа в организме человека. Посредством лабораторных исследований вот эти тест-системы применяются. Он как бы дуплицирует те гены, которые есть в организме вот этого вируса. Позволяет накопить это количество. И уже точно определяет, что этот вирус есть в организме данного человека, от которого поступил анализ. Изучая все эти тесты, и вот этот вирус, хочется объяснить просто людям, расскажите, что такое ПЦР-тест? Поскольку люди спрашивают, ну, чем отличается ПЦР-тест от другого? У людей сомнения, поскольку казахстанские думают, что вдруг, если у нас в стране, например, вы произвели, может быть, ненадежный такой тест, а вдруг не выявят. Ну, у людей, конечно, всегда есть сомнения и выразить свое недоумение и так далее. В этом плане я спрашиваю. Ясно. Ну, ваши сомнения, сомнения населения я поспешу развеять. Наши отечественные тесты уже в работе показали себя ничуть не хуже зарубежных аналогов. Сам принцип ПЦР-тестирования заключается в том, что геном вируса, который находится в организме и забирается медицинскими работниками, это смывы, мазки из рота и носоглотки, поступают в стерильном виде в лабораторию. Если в этой пробе есть вирус, ПЦР-тестирование позволяет этот вирус редуплицировать сам РНК вируса, это носитель генной информации наследственной, и выявить, если этот вирус именно этого вируса, то тест реагирует именно на него. Ну, там определенный цикл, и все это делается чисто в лабораторных условиях. Вы сами сталкивались, видели этот вирус, он действительно выглядит как корона, как утверждают многие и назвали этот вирус короной? Нет, в нашей лаборатории таких технических возможностей нет, это нужны мощные электронные микроскопы, чтобы этот вирус увидеть воочию. Мы его определяем только посредством тестов на мониторе. Как бы показывает. Поступил вопрос от телезрителя, вот пишут, коронавирус можно назвать чумой 21 века? Чумой 21 века? Мы называли вообще-то СПИД. Все вообще новые болячки, которые возникают на нашей планете, можно назвать чумой. Чем страшен вот этот сейчас новый коронавирус тем, что он новый? У человечества нет на него иммунитета. Человечество его, любой организм, столкнувшись с чем-то новым, он заболевает. А приори он должен заболеть, потому что у него нет защитной реакции против него. Так же, как любой родившийся ребенок, если он, например, непривитый, он с любыми детскими инфекциями заболевает по-любому. Проболеет после того, как у него вороваться иммунитет, то есть появляются тела в организме, он уже защищен. Но при следующей встрече с этим вирусом он уже не заболевает. Организм уже защищен. А так как этот вирус новый, то поголовно этот заболевание идет, а из-за этого так вот страшно сейчас. И он не изучен. До конца не изучен этот вирус. Как он себя ведет, какие, может быть, еще какие-то новые симптомы будут возникать. Это все по мере накопления. Мы вот с нового года сколько? Вот сейчас пятый месяц года. А изучение может быть продлиться годами. Ну, чтобы победить как чуму, например, да? Скажите, пожалуйста, какая у вас работает на сегодня лаборатория у вас, где вы тесты проводите же? Сколько на сегодня имеются тесты, любой желающий может прийти и так далее? Ну, чисто наша станция противочумная сейчас организовала работу двух лабораторий. Одна находится в городе Талдукурга на нашей базе, в стационарной лаборатории. Одну передвижную мы выставили в Харасайский район, в городе Каскелени, на базе центральной районной больницы. На данный момент, на сегодняшний день мы более 8 тысяч анализов от людей исследовали. За сутки где-то более 300 анализов привозят к нам, мы их исследуем. Ну, исследуем мы сейчас абсолютно бесплатно, но подлежащий только контингент, который был установлен в последнем постановлении главного гос. врача Республики. Это так называемая группа риска, то есть лица, которые непосредственно сталкиваются с этим вирусом. Это в первую очередь медицинские работники разных уровней, и аффинционных стационаров, и провизорных, и скорой помощи. Потом лица с симптомами ОРВИ, которые приходят на прием, или их привозит в скорую медицинскую помощь. Лица с хроническими заболеваниями, беременные. Лица правоохранительные органы, которые стоят на блокпостах. Акимата сотрудники. Сотрудники коммунальных служб, которые задействованы динфекцией вот этих очагов. Потом социальных учреждений, домов престарелых, домов ребенка. Вот эти категории, мы сейчас исследуем. Только для них. А вообще тестов хватает? Тестов достаточно. Сейчас у нас регулярно идет поставка китайских тестов. И параллельно наши. Наши, конечно, отечественные тесты еще на такой промышленный масштаб не вышли. По мере производства они и сами там работают на них, и нам поставляют. И параллельно идет работа. По качеству, я еще раз говорю, они не отличаются. Не отличаются. Ну, это, конечно, нас радует. Скажите, пожалуйста, почему вирус, вот как все мы спрашиваем, любит пожилых людей? А почему он боится новорожденных? С чем, как вы думаете, это связано? Ну, ученые всего мира приходят к мнению, что это связано с тем, что с возрастом в организме накапливается белок. Такой белок, который именно в легочной ткани превалирует. Поэтому вирус, он тропный к этому белку. Он к нему прикрепляется и как бы любит его, что ли. Поэтому у возрастных людей этого белка больше. Поэтому вирус больше на них реагирует. А у детей, они только родились, у них такого нет. Поэтому новорожденные как-то защищены. И с возрастом, и с присутствием всяких хронических болезней. Количество этого белка в организме возрастает. Поэтому такое поражение идет на них больше. Скажите, пожалуйста, почему на сегодня нет у нас домашних экспресс-тестов? Ну, мы бы дома могли бы выявлять, проверять себя, своих родственников. Экспресс-тесты на сегодняшний день есть. Но коренное отличие ПЦР от экспресс-тестов. Что экспресс-тесты выявляют в крови человека антитела. Не сам вирус, а антитела к нему. Это вот сейчас экспресс-тестирование проводится уже. Много раз говорили и в Алма-Ате, и в Нур-Султане. Капывают каплю крови. И там как тест на беременность. Одна полоска отрицательная, две полоски положительная. Но это говорит о том, что человек или переболел, у него есть антитела когда-то. Но достоверность этих тестов, насколько мне известно, не так, как ПЦР. Давайте ответим телезрителю нашему. Говорите, мы вас слушаем. Задавайте свой вопрос. Алло. Слушаем вас. Девушка, моя супруга беременна, 39-я неделя. Живем в городе Толгария. Розы принимать в городе будут. Теперь, чтобы лечить стационар в город, народы, они говорят, с результатами на COVID приходите. А в Толгарии, говорят, платно, бесплатно не делаются. Спасибо большое. Вот таких вопросов очень много поступают. Например, желающих. Не то, что желающих. Сейчас сразу же отправляют. Если человек обращается с какой-то болезнью, говорят, сначала пройдите тест на коронавирус. Потом только подойдете. Вот в Толгарии, где они могут пройти? Беременны. Они подлежат контингенту бесплатного тестирования. Они должны в поликлинику свою обратиться по месту прописки. У них должны взять анализ и отправить в лабораторию. Не знаю, почему такая проблема у них возникла. У них проблем не должно быть. Так что, дорогой телезритель, вы можете свою супругу повезти в поликлинику. И там вам должны дать адрес, где вы можете пройти тест на коронавирус бесплатно. Скажите, пожалуйста, например, многие задают вопрос, почему этот вирус настолько заразен. Хотя, например, мы и грипп это в свое время боялись, потом как-то перебороли. Из-за того, что появилась вакцина, народ успокоился. Если кто-то сильно переживает, он может пойти получить вакцину и жить спокойно. А вот с коронавирусом вакцины нет. Да еще он считают заразным слишком. Почему? Вот вы сами точно сказали, у гриппа есть вакцина. Есть вакцина. Это инфекция вакцины управляемой. Ее подлежат вакцинации против гриппа, еще раз напомню, тоже желающие. И государство ежегодно бесплатно ставит определенным группам риска. Пожилым людям, в организациях детских, дошкольных, в домах ребенка это бесплатно делать. И по желанию любой может платно вакцинироваться. Против нового же коронавируса вакцины пока нет. И будет она, я думаю, еще не скоро. Год-полтора как минимум нужна для разработки, чтобы пройти все этапы испытаний. Человечество должно убедиться, что вакцина новая, она абсолютно безопасна и эффективна. Только в том случае будут применять. А заразный, потому что еще раз говорю, что иммунитета у человечества на данный момент против него нет. Поэтому группа ученых говорит же, что пока человечество 80-90% не переболеет, не выработает иммунитет, вот эта вот прослойка, тогда уже вирус не будет распространяться. Уже он не сможет. 90% населения, если не будет иммунитет, куда дальше не будет распространяться. Но это тоже займет ни год, ни два. Ну, нужно время. Очень много. Вот тоже вопрос от телезрителя, пишут в Талдокургане, меня хотели поставить на портал, но отправили, чтобы я прошла тест на коронавирус. Сходила в СЭС, там сказали, не проводят, куда мне обратиться? Смотря с какой категории, с каким-то хроническим заболеванием, если... Написали, что хотели поставить на портал. Если хотели поставить на портал, там в поликлинике должны были взять анализы и отправить в одну из лабораторий. Анализы забирают медицинские работники, не лабораторий. Мы только их уже в готовом виде принимаем и исследуем. Вот в Талдокургане к вам, например, прийти люди не могут. Нет, к нам люди прийти, да, должны в свое медицинское учреждение обратиться. Вот у кого... Насчет платного тестирования я тоже не могу сказать. В городе у нас, по-моему, сейчас нет. Ну, этот вопрос прорабатывается тоже. Одно, вот недавно, когда начинали запускать авиарейсы, было же сначала условие такое, платное прохождение тестирования. В двух наших столицах делали частные какие-то лаборатории. Потом отменили, правда. Вот некоторые врачи говорят, это тоже вот к нам поступало, вопросы такие поступали, спрашивали. Я задаю каждому гостю, который приходит, который работает в сфере здравоохранения. Это тот же такой вопрос. Некоторые врачи говорят, советуют прививаться от пневмококка, чтобы снизить риск пневмонии в качестве осложнения. Это вот рационально? Ну, коронавирус тоже как бы один из видов пневмонии считают. Пневмококка это совсем другой возбудитель. Он тоже вызывает тяжелую пневмонию, поэтому от него есть вакцина. Ну, оттуда другая вакцина, да? Это совсем другая, конечно, вакцина. Ну, при коронавирусе тоже может быть осложнение, как присоединение вторичной инфекции того же пневмококка. Возможно. Поэтому, если вы привитой, вы уже этим осложнением не заболеете. Еще один вопрос от телезрителя. Вот мы слышали, что человек заболел в Талдыкургане. Говорят, он два дня не смог снизить свою температуру, после этого только обратился. И у него выявили коронавирус. Получается, температура не снижается? Это один из симптомов, спрашивают. Да, один из симптомов – это повышенная температура. Она может выходить до высоких очень цифр, ничем не сбиваться в течение нескольких дней. Это один из характерных симптомов коронавируса. Скажите, это вот температура какая должна быть? 37, 39 или как? Одни говорят, что стабильно держится 38, одни говорят, что 39. Конкретная какая-то температура есть? Человек индивидуален же. У каждого она по-разному. Если вы почувствовали, что повышение у вас температуры, и у вас организм чувствует недомогание, это по любому поводу обратиться за медицинской помощью. Не надо ждать, не надо ждать. Сразу надо обращаться. Сейчас рекомендуют лучше вызывать скорую на дом, чтобы не ходить в поликлинику, не вызывать лишнее распространение. Вызывайте скорую, опишите свой эпитанамнез. То есть, туда надо объяснить врачам, как вы могли заболеть. Может, у вас был контакт с таким человеком в течение двух последних недель. Может, вы выезжали куда-то. Или к вам кто-то приезжал. Такие моменты надо все подробно рассказывать. Да и самому контролировать, с кем общался, куда ездил, откуда приехал. К концу остается немного. Скажите, пожалуйста, ваши сотрудники как защищены? Наши сотрудники защищены своими знаниями. Во-первых, у нас очень строгий режим работы. Мы все делаем по нашему регламенту. Начиная с приема анализа, полностью одеваемся в противочумные костюмы. И оттуда уже поэтапно идем. Привозят материал изначально заразный, подозрительный на заразность. Поэтому мы работаем в соблюдении всех правил биологической безопасности, биологической защиты. Так что вот так. Есть вопрос от телезрителя. Пишут, вот такой же вопрос задают. Как защищаются врачи в противочумной станции? Мы видели по телевизору, что в одной из больниц Нурсултана там тройное, говорят, было. Вот три кабинета, через три кабинета они проходят, когда заходят в больницу, на операцию пишут. А потом при выходе так же. У вас как, например, там даже показывали, да, мы видели тоже, показывали, как нужно снимать, как нужно надевать вот эти костюмы. И всякие вот руки, ну разные там были костюмы. У вас какие костюмы и как у вас все это происходит? Все это происходит так же поэтапно. Все это происходит через сам пропускник, через ряд помещений. Ей сначала снимается верхняя одежда, одевается своя рабочая одежда. Дальше идешь, дальше одеваешь противочумный костюм. Они тоже разного типа бывают, многоразовые, одноразовые, в зависимости от того, какие виды работы делаешь, одеваешься, идешь в рабочую зону, там работаешь. И так же потом после работы выходишь, это все обрабатывается, все снимается поэтапно, тоже по определенным правилам. Никакой суеты, спешки здесь быть не должно. Все это делается для того, чтобы защитить себя от этой инфекции. А какая-нибудь обеспокоенность или есть, вдруг заболеют ваши сотрудники? Какие-то требования ставите перед коллективом? Требования в жесткое соблюдение режима, всех этапов. Они следят друг за другом. Есть человек непосредственно, который каждый день контролирует правильность этапов, любых видов работ, которые там проводятся. Тот ли человек здесь делает, все это расписано посменно, кто за что отвечает. Все это четко у нас регламентировано. Регламентировано. На это обращаете? На это обращаем особое внимание, конечно. Как вы думаете, когда будет спад зараженных? Мы ожидали вообще-то к середине мая до 4 тысяч дойдем и будет спад. Ну, как говорили эксперты, утверждали, что пойдет спад. Но мы видим рост. Да, вообще прогнозы это дело неблагодарное. Тем более с такой новой инфекцией, которая еще до конца далеко не изучена. Не могу сказать. Не могу сказать, потому что вначале говорили, что теплая жара наступит, будет отступать. Но вирус уже распространен. Уже видно, что вирус гуляет везде. Поэтому сейчас вот это небольшое расслабление населения очень настораживает. Потому что мы сейчас должны четко себе уяснить, что с этим вирусом мы будем жить. Он у нас остается. Он нашел свою среду обитания. Как любой живой организм, он хочет размножаться. Мы для него как бы питательная среда. Вот он в нашей клетке внедряется, начинает размножаться, передает свое наследство информацию дальше, дальше, дальше. Поэтому или мы переболеем, выработаем иммунитет, или ученые как можно быстрее сделают вакцину, тогда не поголовно скажу, но группы риска по-любому начнут вакцинировать, и тогда уже будет немножко полегче. А до этого времени сейчас все те правила, которые мы должны соблюдать, дистанция, ношение масок, обработка рук, обработка одежды, все это надо соблюдать. Не ходить в места маскового скопления людей. Все это у нас должно оставаться. Мы должны это взять в привычку, что ли, в дальнейшем. Да, скорее в привычку. Но ждать вакцину, это, как вы уже говорили, год-полтора, может быть, даже и больше, но это, конечно, нас не успокаивает. Ваши пожелания нашим телезрителям? Через длительным я желаю, конечно, только крепкого здоровья, берите себя родных и близких, при любых симптомах обращайтесь за медицинской помощью, не занимайтесь самым лечением. Вот так можете уберечь себя и своих близких. И своих родных. Спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы наши телезрители, и на наши вопросы. Благодарим вас. Дорогие телезрители, мы с вами встретимся теперь только в понедельник в 16.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова